Разница в возрасте не помешала оргазму. Многие считают, что когда есть большая разница в возрасте, это не очень хорошо. Когда мужчина старше девушки на 15-20 лет, или когда женщина также старше молодого человека, ну вот как-то это вот нехорошо, плохо, не стоит. И расскажу одну историю, которая иллюстрирует так ли это. Девушка тоже абсолютно убеждена, и до сих пор убеждена, что разница в возрасте это нехорошо, что нужно все-таки как-то с ровесниками встречаться. Но в ее жизни происходили следующие события. Когда ей было 20 лет, за ней ухаживали молодые ребята. Дарили ей цветы, целовали ей ручки. Ну, она занималась с кем-то из них сексом, все было мило, но вот как-то не так, чтобы ух, и что-то зажигало. Как однажды в ее жизни появился мужчина 40-летний, то есть старше ее на 20 лет. И он отнесся к ней не как к какой-то такой молодой девушке и с трепетом, значит, ухаживал, думая, ну куда я, старик, ей гожусь. А он как-то вот отнесся к ней как к сексуальной женщине и, знаете, как-то очень активно ее соблазнял. И когда она оказалась с ним в постели, то вот что-то он такое сделал, поставил ее раком, значит, вошел. И как-то это все было очень бурно, страстно, и без вот этих поцелуев ручек, что она получила удовольствие. И такая, вообще, ну что это, то есть так мне, так меня забрало, так мне хорошо в сексе. Но, когда она вышла от него, она подумала, нет, ну мужчина старше меня настолько, нет, это все нехорошо, это какая-то порочная связь, не-не-не, больше никогда. И она продолжила знакомиться и общаться с молодыми людьми, ровесниками. Ну что-то, ну что-то это все как-то не то, как-то они, ну вроде бы и приятно с ними, да что-то не то. И поэтому время от времени она ходила на свидание с этим мужчиной и занималась с ним сексом, каждый раз думая, что это порочная связь. Но, слава богу, нашла приличного ровесника и вышла за него замуж. Ну, нормально было в сексе, ну не так, чтобы огонь, но со временем как-то совсем перестал огонь выжигаться. Она с ним развелась и еще дважды выходила замуж, тоже за приблизительно ровесников своих. Ну, как-то вот так. И вот, будучи уже третий раз в браке, уже взрослой женщиной, ей уже 40 лет, с ней произошла другая история. На работе появился молодой человек, такой спортивного вида, который стал очень активно за ней ухаживать. И она такая, ну что это такое, я взрослая женщина, он на 20 лет меня младше, куда это годится? И, в общем, всячески от него пыталась отстраниться. Но после одной вечеринки на работе он предложил проводить ее домой. Ну, ладно, она пошла с ним. И когда они вошли в подъезд, он упал перед ней на колени, стал целовать ей руки, ноги, объясняться в любви и говорить, что он просто жить без нее не может, она сводит с ума. И он к ней прижимается. И она вроде как вот, тоже на коленях, вроде его отстранять, но как-то он и не отстраняется. И тут он задирает ей юбку, спускает трусики и просто начинает ее целовать, начинает лизать. И она и вроде надо его оттолкнуть. Но как это, это просто невозможно, что он делает. Она так возбудилась, ей так приятно, что она отдалась ему прямо в подъезде. Когда все вот это закончилось, она пошла домой и говорит, ну что это такое, это вообще какое-то безобразие. Что это вообще за порочная связь такая, ну куда это годится, но как же прекратить эту порочную связь, если он так лижет. И она продолжает с ним встречаться и вот думая, ну вот что это такое. К чему я рассказала вам эту историю? К тому, что какая разница, сколько людям лет, какая у них разница в возрасте между ними. Если захватывает страсть, то это не цифры в вашем паспорте, не имеют никакого значения. Причем девушка считала, что это порочно, не хочет этого, выходила замуж и встречалась со своими ровесниками. А искры нет. А искра, она вот как включится с кем-нибудь, ну это и прекрасно. Поэтому забудьте про разницу в возрасте и просто ищите того, с кем будет хорошо. И подписывайтесь на мой канал, я говорю о сексе с удовольствием.